Добрый день, дорогие друзья! Меня зовут Юрий Озаровский. Со мной сегодня Данилка, мощной ручкой. Мы находимся на Бугасской косе, в самом точнее сказать ее начале. Я тут нашел халявное место, потому что дальше на сутки поставить машину 800 на день 400 рублей. Ради того, чтобы снять обзор, ну честно, сейчас бедные блогеры страдают, денег нет, поэтому мы решили как бы этим не заниматься. Мы только что откатали на кайте, у нас сегодня север, завтра север, послезавтра север, то есть три дня будет задувать ветер. Уже вроде бы так сказать более-менее получается, я доволен. По крайней мере каждый раз выхожу прям вот-вот прям все хорошо, классно. Бугасская коса это есть Мека Кайтра. С правой стороны у нас Кизилташский лиман, далее там есть коса голенькая, как это называют, power-зона, гладкая вода и отжимной ветер. Юра! Да, здравствуйте. Да это, смотрим в инстаграме. Ну мы только для ютуба сегодня снимаем, помыщите ручкой. Да все, ребята, вы где стояли, скажите на парковке? Нигде, мы вот сами путемся, не знаем, где мы. Мы местные, сами путем. Вон, видишь, я поставил, там чуть правее есть еще место, но по крайней мере я тут поставил, на халяву. Всего-всего хорошего, ребята. Так вот, коса голенькая, там есть флэт-зона с гладкой водой, за ней тоже с волнами. Сегодня ветер дует до 12 метров в секунду и это прям топчик. Я руки сторв в мозоли, накатался просто от души, под конец прям получалось хорошо и я рад тому, что есть такой прогресс. Здесь местечко, так сказать, очень интересное и притягательное. В первую очередь для всех любителей там винт всяких, на кайтах катаются, с парусами ходят. Чем, как говорится, гора, кому нужен ветер и вода, Кизилташский лиман к вам услугам. С другой стороны, вот за этими домами находится у нас Черное море и чем дальше в ту сторону, тем уже полоса. Сейчас там территория, в принципе, закрыта, есть какие-то глэмпинги, на которых можно остановиться, но это не точно, я потому что о них ничего не знаю. Я сейчас проехал, там перекрыто все, не припарковаться. Хочется сходить на море, посмотреть, что там. Когда ветер дует север, северо-восток, там должно быть чистое гладкое море. Надеюсь, что температура сегодня позволит искупаться. В общем, давайте с вами будем прогуляться. Если не обидится, машинку припарковал возле этого домика. Знаков запрещающих нету, хотя тут, видите, постепенно знаки остановка запрещена, срывает. Их тут слишком много, чтобы люди не парковались. Ну, стоянка вот приехать на день, покупаться 400 рублей дороговато, конечно. Туда дальше бугарскую косу перекрыли, хотя раньше она была открыта. Здесь целый комплекс жилой построен в этом месте тоже. Можно сказать, что сейчас все пустует. И там сделайте по 200 рублей, там для местных жителей, кто там сейчас по вам приедет. Парковки мы заехали. Ну, машина 6-7 стоит, но по 400 на сутки. Мне вообще пройти, просто для вас снять видео. Особо не надо там стоять. Сейчас там опущена веревочка, может быть, вот сюда даже можно заехать бесплатно. Пляжи только подготавливаются. И мы с вами сейчас увидим, так сказать, перед вами хотя бы 7 июня 2022 год. Это считается самым, наверное, топовым местом в городе Анапы. Самые лучшие пляжи. Если вы на них не были, купались где-то до центральных, ребята, ну вот жалко, что вы не познакомились с бугарской косой. Потому что вообще отсюда, и она уходит туда дальше, в Веселовку. Это прям песчаный перешейк. С одной стороны Лиман, с другой стороны Черное море. Но когда мы поднимемся вверх, я надеюсь, что вы все это увидите. Здесь смотрю, что ведется крупномасштабное строительство по благоустройству территории. Строятся бары. Ну, в общем, в дальнейшем будем надеяться, что запустится. Ну, и будет для кого это все устраивает. Газская коса это просто, не знаю, притяжение. Потому что здесь очень часто бывают дельфины. Здесь сразу идет глубина. Здесь самое чистое море, считается. Потому что ближайший спуск нечистот находится, наверное, в Веселовке. В Буровеченской, по-моему, сливается в Лиман. Может быть, тоже в Витязовске. Вот, кстати, вот по-благе. Я точно не знаю, куда там сливается вода. Ну, и самое главное, что здесь Мека Кайтеров. То есть, сюда огромное количество людей с парусами здесь на отжиме катаются в море. Это самые отчаянные ребята. Вот даже сейчас мы пришли, здесь есть люди. За счет того, что сегодня дует севера, будет холодное море и будет очень гладкая вода. Интересно, конечно, как тут с водорослами, есть или нет. Ну, сейчас мы с этим познакомимся и все увидим. Да, огромные территории. Бары строят на пляже. Тут вообще движуха идет по полной программе. Туда дальше люди стоят палатками. Ох, сколько там кайтеров, ребята. И все на отжиме. Я побоялся, на самом-то деле. Да, короче, вот смотрите, ребята, вот здесь вот чистая территория без водорослей. Ребята купаются. Но водоросли и здесь присутствуют. Видите, то есть, бугарскую косу, она не миновала большому сожалению. Это прям печалька. Ее здесь много. Хотя, допустим, я сегодня в Витязево был и нашел чистую. Ну, тоже, в принципе, переступил. Пошел. И ее сейчас, может, отжимным ветром уйдет. Я спросил, почему лежаки. Сказали, это территория пансионата. И лежаки здесь в аренду не сдаются. Типа, здесь вообще находиться нельзя. Типа, вон забор. Я тут прямо ходил. Короче, но меня, честно, никто не выгонял. Просто так озвучили. И можно сказать, что вдоль всего берега мы видим водоросли. Что такое зеленые водоросли? Мне говорят, ой, фу, там водоросли море цветет. Ну, на всю жизнь эти водоросли были. То есть, они, наоборот, перерабатывают все там загрязненные воды, да, так сказать, и превращаются в зеленые. И ничего с ним плохого нет. Их можно чистить. Нам показывали машинку для уборки водорослей. По всем федеральным каналам там сказали, ребята, смотрите, все победили. Но ни разу ее в работе, в реальных условиях мы так и не заметили. Смотрите, вот, ну, водичка, заходите. Тут углубление, да, чем кристально чистая вода. Я думаю, что сверху это будет все видно. Пытаясь пройти вдоль берега, ну, прям найти совсем чистый заход. Вот там, где ребята купаются, возможно, кто-то даже почистил. Но так можно, вот, смотрите, по берегу отслеживать. Где гладкая вода, там, значит, водоросли стоят, потому что они под поверхностью, и на них рябь не образуется. Туда-далее мы видим, что огромное количество людей катает на кайтах. И это просто вызывает восхищение, конечно. Здесь раньше я привык видеть такое количество с той стороны в Лимане. Там, конечно, тоже есть, но здесь просто, наверное, около 40 парусов. То есть люди специально приезжают, на косу дует. Тот ветер они там дуют, этот они с той стороны получают бешеное удовольствие. Ну, вот мы доходим до какого-то уграждения, что ли, здесь. И вот здесь упаковка, которая стоит на день 400 рублей, на сутки 800 рублей. Ну, и дополнительных услуг здесь целая куча. А вот тех, кто хотел бы воспользоваться этими услугами, мы не наблюдаем. Ну, как-то репетируйте свои цены. Делайте, вот, допустим, дешевле там будни, дни, чтобы местные могли приехать покупаться. Ну, потому что, ну, подумаешь, водоросли переступил, пошел плавать. Здесь все равно море самое чистое. И, повторяю, вот эти водоросли, это чистый йод. А вот когда их начинает перемешивать, как вот в Анапе, происходит с фекальными водами, и они начинают гнить, вот это уже нифига не полезно, и нифига не классно. Такие вот дела, дорогие друзья. Ну, вот тоже эти тоненькая полосочка, и дальше пошла водичка кристально чистая. Можно ходить, наверное, долго до бесконечности. Наверное, пора взлетать, дорогие мои, чтобы посмотреть на все это сверху, и понять, нужно оно вам или нет. Заодно, может быть, найдем сверху совсем чистое море, потому что тут пока мы идем, везде они, они, водоросли, водоросли. Ну, кто-то может к ним плохо относится, но у нас они были здесь всегда всю мою жизнь. Вот такой вот лайк, Влаговещенская, с водорослями, Мугасская коса. Ну, считается, самое чистое море, кстати, водичка холодная. Сейчас мы узнаем, какая, кстати, температура. При этом воздух у нас имеет температуру плюс 28 у берега моря. Слушайте, не дошел всего лишь несколько шагов до чистой воды. Ну, это то, о чем говорю всегда. То есть, вот, вы видите, шли, 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 гладь. Вот 20 ряд пошла, все, водичка чистая. Спокойно заходите, купайтесь, вот она, до туда. Потом опять водоросли пошли. То есть, чистое море можно найти всегда. Можно, конечно, орать вовсю. А, я ходил, искал, не нашел. Вот, пожалуйста, ребята, все есть. Вот, смотрите, там уплывает матрас. Повторяюсь, запрещено использовать плавсредства. Матрасы, круги на рукавнике в отжимной ветер. Это север, северо-восток. Берегите себя, своих близких, особенно детей. Не пускайте с кругами. Можете не догнать. Уже были случаи, когда детей догоняли в море. Ну, вот я вам показываю. Вон он, матрас уплывает. Северо-северо-восток, не берите. Ветер очень быстрый, вы его не догоните. Ну, посмотрите, какая водичка. Просто хочется у нее окунуться. Температура водички 21,2. Мужчина выходит, говорит, что везде одинаковая вода. Так что, можно спокойно купаться. Ну, а мы сейчас попробуем с вами взлететь и посмотреть, что здесь происходит и как выглядит полностью Бугаская коса. Бугаская коса, мыELL, как есть преследует. Четверо-северо-восток. До встречи. Убедуя веселый, который я не могу. Наши фото. Субтитры сделал DimaTorzok 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 города-курорт Анапа. Хотя, наверное, даже лучше. Раньше Большой Утрич был, но Большой Утрич Маранапы разрешил просто убить это. Просто жить. Конечно. Здесь есть такие бунгало. В прошлом году, по-моему, 7000 стоило сутки в них затусить. Ну, собственно, вот так. Ну, собственно, вот так вот пустующая парковочка. Повторяю, 400 рублей на день, 800. Так, туда дальше, по идее, проезд закрыт. Кирпич висит. Там еще есть, по-моему, что-то типа кемпинга небольшого. С палаткой проходите, ставьте, отдыхайте. Ну, и большущие глэмпинги. Такие дела, дорогие друзья. Мы были сегодня с вами на Бугасской косе. Слева, повторяюсь, Кизелтажский лиман. Надеюсь, что было интересно посмотреть. В следующий раз мы влаги посетим центральные пляжи. Посмотрим, что там есть интересного. С вами были Юрия Озаровский и Данилка. Всем пока. Данилка с полотенцем и труселями. Все нормально. Ребята, какой здесь аромат. Лок серебристый зацвел. Это просто фантастика. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Данилка субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Данилка субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова